След на газоне. Отчетливый отпечаток автомобильного протектора. Куда он может привести? К нарушителю общественного порядка. Очевидно, владелец этого автомобиля полагает, что страна у нас маленькая и парковаться негде. Поэтому он стоит здесь. Проложенная дорожка, столбик ограждения, оборванный трост, стальной канат – все это явные признаки того, на какие защирения идут водители, чтобы припарковать свой любимый автомобиль в неположенном месте. Вот тут вот ставили, ставили, вот ставили. Видите, между деревьями. Вот ставили. Вот они ставят. Вот, пожалуйста, вот прям место. Видите, вот место они делали. А вот и владелец одного из автомобилей-нарушителей. Давайте узнаем, почему он здесь паркуется. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вас заставило парковаться на газоне? А попробуйте припарковаться вот здесь. Машин много? Где парковаться? Вот туда уходите. У нас почему? Когда в прошлый год начали делать, пообещали, что сделают здесь. У нас вот места сколько? Много? Много. Сказали, что мешают деревья. Никакие не мешают. А это место отдыха и сушки белья. Оно явно используется не по назначению. Судя по следам, в вечернее время здесь паркуется как минимум четыре автомобиля. Пятый на газоне. Иногда не пройти, не это. Неудобно, когда машины стоят. Все-таки должна быть в определенном месте машина быть. В последнее время в городе многое делается для автолюбителей. В некоторых местах разбиты новые автопарковки. И, как видим, они достаточно просторные. Вид из окон этой новостройки выходит на пока пустующее место, которое больше похоже на танковый полигон. А все потому, что автомобилисты приглядели его для парковки. В вечернее и ночное время здесь паркуются десятки автомобилей. Выезжая с этой импровизированной парковки, они разносят грязь на колесах по всему микрорайону. Скажите, а что вас заставляет парковаться здесь, когда столько свободных мест? Ой, да я на минуточку заехал, чтобы не загораживать просто. Ну, это же неположенное место тротуару вроде как. Да, уеду сейчас скоро. Нравится нам это или нет, но места в городах становится все меньше, а автомобилей больше. Важно найти компромисс между водителями и пешеходами. На словах все это легко, а на деле очень непросто.